3341 километр – расстояние между столицами Заполярья и Великобритании. На путевой стеле рядом с Богоявленским собором появился еще один указатель – на Лондон. Также на указателе – эмблема фонда по охране водоплавающих птиц и водно-болотных угодий. Почему именно Лондон, расскажет Надежда Литкова. Стрелка неслучайно появилась именно сейчас. Весной лебеди из лондонских парков летят на места гнездования в тундру. Вот так два города связали птицы, которые каждую весну возвращаются в русскую Арктику. С орнитологами епископ Иаков познакомился прошлым летом, когда готовился перелет на трех мотопарапланах из Ненецкого округа в Великобританию по пути миграции тундрового лебедя. А причина проста. Мы очень часто не ценим то, что даровал нам Бог. Почти в два раза уменьшилось стадо малых лебедей, за которых мы ответственны. Если орнитологи в начале 21 века насчитывали популяцию в 32 тысячи особей, то сейчас почти в два раза меньше – 17. И вот когда английские специалисты, обеспокоенные этим обстоятельством, стали изучать вопрос, оказалось, что это не вопрос, а проблема. Белых лебедей стреляют не для того, чтобы обрести пропитание, а потому что рука человека, утерявшего веру, не останавливается пресечь жизнь белой птицы, которая символизирует судьбу нашего русского севера и нашей российской Арктики. До Северного полюса 2489 километров до полярной станции Биленсгаузена в Антарктиде – 16925. Там находится самый южный в мире православный храм. Владыка отметил, указатель на Лондон – не последняя веха на Стелле. В планах епархии – табличка с расстоянием до Новосибирска. Сибирь и Новосибирск – как один из главных центров российской земли за Уралом. И русский север – это сопряженные понятия, потому что иностранцы часто не разделяют понятия север и Сибирь. Я думаю, что и этот указатель, и другие будут появляться здесь. Место еще есть, слава Богу. Так что, я думаю, эта путевая Стелла очень многим людям и живущим здесь, и которые будут сюда приезжать, будут указывать на то, что в связи с самыми дальними уголками православного мира и нашей настоящей духовной столицы Русской Арктики, потому что Рейнмар действительно продолжатель миссии Пустозерска, будут только крепнуть. Уникальность Стеллы в том, что она указывает расстояние не только до важнейших географических пунктов Русского Севера, но и отображает зримые вехи на пути духовного возрастания северян.